— Ну, я уже где-то замечал Медузу с первой стадии, когда на наших ланах Старладора проигрывали в ВП Полар, потому что Медузу забрали на второй пик. — Да, и такое было, но с другой стороны, Биг Гуд вчера против Клауд Найн показали просто фантастическую игру, и там был такой камбэк камбэком, что воу-воу-воу. — Сейчас просто какой-нибудь антимаг, Никсы, поехали. — Возможно, возможно, это тоже вариант. Опять-таки антимага мы вчера тоже против Медузы видели, и получился просто какая-то шутка, получилась нелепая-нелепая. Ну, да ладно. — Ну, может быть, что-то поинтереснее придумает ЕГЭ, и, может быть, они сыграют лучше, чем вчера, например, сыграли HellRaisers против Вичи. — Ну, как оказалось, HellRaisers проиграли уже у команды-финалистов, уже у команды, которая в топ-3. — То есть, не зазорно, скажем так, проиграть такому коллективу, я думаю, это абсолютно логично и понятно. — Это да, конечно. Ну и, в принципе, Вичи Гейминг сами по себе сильная команда, которая именно давно уже, я говорил, что они играют вместе, они очень много играют вместе. И таким вот коллективом, которые всегда играют вместе, и очень часто слишком легко проигрывать новому составу, который только недавно собрался. — Ну, возможно. Шекера забирает ЕГЭ, опять-таки, своя сигнатурочка, скажем так, залетает от них. Ну, бывает, бывает. — Инигва тролли в бане сейчас сразу же. Просто вот Ксяо это? — Ну, Ксяо, конечно, молодец. Ксяо на этом турнире вообще показывает просто какую-то феноменальную игру, и мы не один раз видели просто какие-то мувы старого доброго Ксяо, а не вот того Ксяо, который на Тайдхантерах ультует в двухкриповый в дерево. — Так что вот как-то на этом турнире он вернул, по крайней мере, мою веру в него, скажем так, да? — Да и вообще БГ, казалось бы, старички, друзьяшки, которые через квалификацию пробились азиатскую, причем на квалификации они играли ни шатка, ни валка, ничего там супер офигительного они не показывали. В итоге на самом турнире отыгрывают просто на очень высоком уровне. — Да, у них тоже достаточно количество побед, ровно столько же, сколько у ЕГЭ, по-моему. — Да, 11-4. — Закончили они так же, да. Ну и, в принципе, это результаты топовой команды, по-настоящему топовой команды. — Ну, напомню вам, что команда, которая побеждает в этом матче, гарантирует себе топ-3 и минимум 259 тысяч долларов США. Ну, по крайней мере, уже по 144 тысячи у этих команд имеется, они минимум шестые. Ну, посмотрим, что будет дальше. — Ну и визаж. Визаж для Бигота и Люкантроп для Эвилджиниуса сейчас заходит. Вот этот вот визаж, Медуза, ранджовые герои. Я чувствую траксу. Да, это тракса, это 100% должна быть тракса. — Ну, под Медузу, Вингу, визажа, тут тракса просто, она прям просится. — Да, 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 она действительно просится. — Она настолько вот прям вот она уже, уже должна быть в пике, что прям вот я даже не знаю. — Да есть проблема. — Какая? — Шторм спирит и Люкан. — Да, которые очень быстро добираются до этой санкции. — Ну, есть Медуза, которая может говорить, нет. Ну, вообще идеальным пиком здесь, как на меня, было бы тракса и Феникс. И это было бы настолько круто. Просто Феникс настолько мешает жить. Феникс под Медузой, яйцо под, ну, вот берут они Тайт Хантеров, сложную для, для, для Аутикея. Ну, тут спрашивают ребят в Твиттере, кто такой Айс Айс из команды Биг Гот. Это друг, опять-таки, Ксяуэйта. Ну, собственно, там все они, друзьяшки такие, да. Вот это команда друзей. Это товарищ Айс Айс, который раньше играл в некоторых командах, но не особо часто. И вот сейчас вот он в коллективе. — Ну, да, в таком топовом коллективе. — Ну, да, ну, Тайт Хантер Бэй Ротикей, если вы помните вчерашние матчи. Где Ротикей давал такого, что аж прям смеялся весь мир. Но игра-то была выиграна. — А кто говорил, что Айс Айс девушка? Это было у нас. Мы размышляли. — Нет, там есть Айс, есть Айс Айс, есть Айс Айс Айс. — Угу. — То есть и Айс — это комментаторша, действительно, девушка, но это не она. — А, все, все, все. — То есть не путайте Айс Айса с тройным Айс Айс Айсом, то есть который играет за Вич и Гейминг. Это совершенно другой человек. — Да, еще есть комментаторша. — Да, да, да. Много чего интересного, собственно, в китайской дурции. — Слишком много льда. — Слишком много льда, да. Особенно, когда эти все товарищи играют на горящих разнообразных фениксах. Да, так вот по поводу того косплея Квапы, который был. Если что, это был один из скретч-голов компендиума. Типа, что комментаторы будут в косплее. Почему не девочку одели в Квапу, я не понимаю. — Ну, я надеюсь, что наконец-таки китайцы научились как-то юмористическому вообще хоть какому-то свойству вот этому. — Ой, ты знаешь, юмор у них есть. Главное, когда у них есть настроение. Юморные они еще ой-ой-ой. И выпить они тоже любят, и повеселиться, и так далее. То есть они такие просто, они это все делают после турнира, а не во время. — Ну, все равно то же самое, как с той Квапе. Это очень здорово. Именно здорово. Ну да. Ну, нет, девушке это было бы слишком просто. Это было бы слишком просто. И да, было бы, возможно, это прикольно, потому что девушка-комментаторша и такая, типа, в Квапе сидит. Ну, она тем более такая довольно скромная на видеокамерах. И, ну, то есть ей бы, наверное, пошло. То есть такая вот разрадная Квапа и в скромной девушке тоже смотрелось бы норм. Но то, что когда мужик в Квапе и рядом такая скромная девушка, ну это просто идеально. — Да, ну это ржач. Это действительно ржач. Так, ну и Скаймак залетает последним, последним героем для ЕГЭ. Вот он, пик. Бестмастер. Сложный для Юниверса, все правильно. Фармящий Люкан, Штормид Лейн. Два саппорта также имеются. Посмотрим, что сейчас заберет к себе Ксяо Уэйт. Есть Харлайнер, есть Мидер, есть два саппорта. Осталось это Дум. Дум — это Дум. Это никакая не Тракса. Прекрасно тут понимают, что Люкан действительно со Штормом будут просто жизнь портить Траксе. И Ксяо Уэйт говорит, нет, ребят, давайте-ка лучше мы Думы подзаберем себе. Ну и Дум, я так понимаю, просто Дум для Штормспирита. Для того же самого Люкана. И будет это у нас Фармящий Дум. Да, это такой себе Кэрри Дум. Опять-таки интересно. Лучше посмотрим, что по линиям там ребята придумают. Но все-таки я думаю, что это Фармящий Дум. Больше вариантов особо здесь нету. Ну и что Дум? Даггер, Мека, Арканы или что же будет? Каспер на одних из финалах обещал косплей пака. Ну, Каспер обещал, ему и пишите. Слушай, да-да, это действительно, это было бы слишком бомбово. Просто Каспер в паке. Да, Каспер в пачке еще лучше. В пачке. В балетной такой, знаешь. Я понял, я понял, про что ты говоришь. Вот это элитно было бы прям вот. Элитнее всего, что вообще происходит, когда-либо происходило на Старладдере. Ладно, давайте с вами смотреть игру. Итак, Юниверс играет на Бестмастере. Сумаил играет, конечно же, на Штарме. Пипеди на Шейкере. Фир на Ликантропе. Ауи играет на Скайросмаге. Против них Ксяуэйт на Думе. Аутикей. Как он сам себя называет? Мы называем Ротекану. Аутикей. Пусть будет Аутикей. Играет нас на Тайде. Ланэм на Визаже. Айс Айс на Винге. И Бёрнинга. Товарищ, у которого лучший средний ГПМ на этом турнире. Товарищ, у которого лучшее среднее количество убийц на этом турнире. Да и просто лучшее количество убийц на этом турнире. Ну. Поглядим. На Медузьке будет играть. На Медузьке. По линиям. Я так понимаю, что все-таки в миде останется у нас бюрнинг. Аутикей пойдет в сложную. Ну а трипла. Или может быть все-таки трипла будет в сложную. Учитывая, что Ротекей направляется вниз. Действительно будет трипла в сложную. Биг Гуд. Интересно. Да. Твои прогнозы на игру. Ну я думаю, первую карту должны сейчас забирать Евгениус. И я вообще думаю 2-1. Я ставлю 2-1 на ЕГЭ. Я ставлю 2-0 на ЕГЭ. Вот мне кажется, что ЕГЭ должны выигрывать вот у этой команды. Просто должны. Вот. Клауда вчера тоже, в принципе, могли выиграть у Биг Гуд. Но вот в первой игре они проиграли размен тронами. Из там череды ошибок. Ну и в итоге проиграли игру. Ну мне кажется, что ЕГЭ это команда действительно качественно совершенно другого уровня, чем Биг Гуд все-таки. Биг Гуд это ну такой себе набор пацанов, которым весело поиграть вместе. А ЕГЭ это все-таки команда. Это команда, которая там готовилась, тренировалась. Ну вот мне кажется, что ЕГЭ все-таки должны здесь быть сильнее. Ладно. На топе Ауи выбегает. Начинает харасить Айсайса. А тут на топе у нас оказывается действительно трипла команды Биг Гуд. Ну вот Ксяуэйт, что задумал тут? Что он тут стоит? Кого-то хочет скушать. Ну а как ты кого-то скушаешь? И вообще... Очень странно. Ну уже скушал Айс Армор. Я не знаю, что он делает. Вот ППД его находит вместе с Ауи. И что, Ксяуэйт просто должен отсюда уйти. Да, пока что-то какие-то странные мувы от Ксяуэйта. Ну вот мы видим, что его еще и харасит здесь Ауи. Дум схавал дерево. Я только сейчас ушел. ППД его пугает. Фиссурина? Нет, нет. Ну смысл ее давать сейчас? Ну да, в принципе. Про харасить особо все равно не получится. Ну, надо как-то активнее, наверное, действовать здесь ЕГЭ для того, чтобы давать фарм своему Ликану. Ну, я думаю, они... Все зависит от Сумаила сейчас. Если он быстренько на что-нибудь получит, то будет все очень хорошо. Пять крипов у него имеется, восемь крипов Бёрнинг. Бёрнинг, в принципе, еще тот фармила. Трудно его перефармить. Ну да, тем более на Медузе, который, в принципе, не так-то уж сложно и фармить. Во-первых. Во-вторых, есть эта чудесная Змеечка, которая портит жизнь и Сумаилу, и Крипам, и всем остальным. Так, пока разбивается Сентрик. А вот этот зачем сюда тыкнули? Странная довольно-таки игра сейчас. Не, ну тут понятно, зачем тыкнули, да? То есть, как бы, потому что надо заблочить спаун. Вот этот тут стоял, наверное, не блочил. Нет, это понятное дело. Короче, странно что-то вообще происходит. Ну, да ладно. Давайте просто смотреть, потому что в Мид уже пошел ганг от Ланэма на хосте. Правда, ну, это не совсем ганг. Птичка полетала туда-назад, возвращается обратно на лейн. Ну и у Фира, кстати, все в порядке. У Фира 10 на 5. Смотри, вот так вот ППД еще остановил Крипол. Которые никуда пока не идут. И это значит, что линия немножко к тавру так вот подтянется. Ну и паузу просит. Паузу просит. Первая пауза, да? У нас по-моему, все это весь день. Да, был у нас там один, там, на секундочку пауза в прошломатческая. Короткая реально на секунду. Ну а тут видим, что-то какая-то трабла с хаткеями. Что-то не сохраняется. Хаткеи у Юниверса. Видимо, у него там автобинды стоят на птицу, на кабана. Но вот вызывает и кабан не перебинжевается. Надо ручками перебинжевать. И, видимо, не хочет он этого делать. Ну, я думаю, мы подождем. Ничего страшного, что не случится. Буквально. Да, я думаю, сейчас это коннектится и Юниверс. Так что ничего страшного. Мы, опять-таки, мы никуда не спешим. Хотя спешить должны организаторы. У них, опять-таки, там вот этот вот стадион закрывается. Да, они сегодня первый матч начали с задержкой. Первый матч был очень долгим. В 4 утра начался эфир. Сейчас уже 9. То есть прошло-то уже 5 с половиной часов. У нас только одна игра сыграна на Best of 3. Да, нам еще очень много, кстати, играть. Еще было 3. Это целое шоу-матч. 4-1. Да, да, да. Это очень много матчей. То есть тут надо организаторам приподзадуматься. Хорошо. Юниверс реконектнулся. Отжимается пауза. Все должно быть у него довольно-таки хорошо. Так, а ты посмотри, как начинают большие боги давить. Просто давить ЕГЭ и держишь их постоянно под вышкой. Ну так, я не знаю, ЕГЭ, по-моему, особо-то и не против под вышкой стоять. У Фира 14 на 5. ППД ХПУ получает. Скоро смотришь, правда, пока первого левела. Но суть в том, что ЕГЭ не особо-то, я думаю, против того, чтобы вот так вот стоять. Чтобы поближе к таверу держаться. Чтобы не давить. Чтобы, ну, если трипла агрессивная против тебя идет. И трипла тебя не убивает. То ты уже линию выиграешь, в принципе. В принципе, да. Если ты еще и фармишь, и никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Да, 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 да. Как бы, то есть, затея больших богов не получилась. Будем так говорить. Да, но Ротики снизу 10-4. Юниверс 9-2. То есть, тоже более-менее ровненько они стоят. Да, немножко впереди у нас Ротики. Но, опять-таки, разница небольшая. Ну и Сумаил 16-4, 18-4. То есть, два крипа разницы всего. Так что, Денай это пытается максимально хорошо. Существенная разница только наверху у нас. Ксяуэйт. Что творит? Просто в наглую сейчас зашел. Здесь от Тауэра она получала. Знаешь, я вообще не понимаю сейчас игры Ксяуэйта. То есть, он где-то там в лес раз сбегал. Второй раз сбегал. Сейчас гангает мид. Типа, тут, а в чем план? Типа, Ланэм получает быстрый шестой левел? Или в чем план? Почему Дум не фармит? Дум ничего абсолютно сейчас не делает. Он просто находится на карте. Это какой-то сопортящий Дум от Ксяуэйта, что ли? Ну, оно... Не, ну это, типа, это должен быть фармящий Дум, по сути. Но он что-то нифига не фармящий. Так, напали на Фира. Где Шейкер? Шейкера здесь нету. И Фира очень больно. Фира очень больно. Да, Фира очень больно, но Фира выживает. Всего же, я думаю, сейчас просто его сальвы какой-нибудь отопьют. Правда, сальвы нету. Но там-то гусик имеется. И опять Юниверс просит паузу. Вот, все-таки. Никакие проблемы. Хаткей не сохраняется почему-то. Это глюк. Бывает. Стим Клауд не всегда работает так, как хочется. То есть он что-то переносит, что-то не переносит. Шесть крипов Визаж, шесть крипов Ксяуэйд, 24 крипа Фира. Ну, мы видим, что пор ходки и над сейминг андре суммон. Ну, бывает. Та-ра-ра-ра-ра-ром. Да, ну, посмотрим. Так, пойду, наверное, товарища комментатора посмотрю. В коопе. А, его там не показывают. Тем более, там еще дилей такой. Жаль, очень жаль. Потом еще погляжу на него. Ну, действительно, довольно забавно смотрится. И я рад. Я этому рад. То, что вот как-то хотя бы на Даке начинает веселить народ. И это вот шоумен. Действительно, какой-то китайский шоумен. То есть как-то стараются на публику играть. И, в принципе, у них это получается. Да, ну, это правильно. Все окей. Люди там, грубо говоря, был один со Scratch Goal. Ну, решили вот так вот весело сделать. И, ну, нет, не вышло. Та-та-та-ра-ра-ра-рам. Опять отключается. У нас сейчас Юниверс. Я думаю, сейчас так же. О, перезапустит Steam. Да, да, да. Минута просто полторы пройдет. Все у него будет довольно неплохо. Я надеюсь. Я действительно на это надеюсь. Так, штурм, кстати, у нас сейчас шестой левел уже скоро получит. И, в принципе, я думаю, седьмой левел дождется. Оверлоуд просто замаксит. И пойдет уже что-либо здесь делать. Можно наверх отправиться в смоках. Есть, в принципе, подходящий герой. Есть замедло там у Скаймага. Есть фиссуры, понятное дело. Так что ловить занаглевших больших богов вот в этой вот зоне. Где-то здесь. И на карте только могу рисовать сейчас. Вот. Где-то просто вот здесь. Это будет очень нехорошая идея, на самом деле, для ЕГЭ. А почему? Нападут, убьют. Все нормально. Да. Ротикей. Ротикео. Ну, опять, кстати, вот Мекки пошли, фастовые. Ну, на самом деле, Мекка здесь хороший вариант. Потому что, опять же, есть постоянные кабаны. Кабаны, которые забивают тебе даггер. Кабаны, от которых начинает гореть. Все очень серьезно причем. И если ты без даггера... Нет, если ты с даггером, и тебе какой-то команд забивает даггера постоянно, ты не можешь прыгнуть, то у тебя огромнейшие проблемы. Поэтому проще покупать Мекку. И заходить под Стонгейс, там, или под какие-то свапы. И так далее. Скорее всего, именно так будет играть сейчас Ротикей. А вот потом, возможно, и Форстав какой-то появится. Может быть, и даггер. Посмотрим. Тоже так. Ну, ждем. Главное, чтобы проблема вот эта вот у нас починилась. Да, я думаю, починится. Куда он денется? Юниверс, если не так, то будет пальчиками жамкать. Бум-ба-бум-бум-бум-бум. Пальчиками. Ну, куда он денется, кстати, действительно. Не слышно в Дота ТВ. Да, слышно нас в Дот ТВ. Да, меня тоже слышно в Дота ТВ, ребята. Вы чего? Вот я вам... Все нормально, слышно. Вот, вот. Говорим. В Дот-ку. Реконнектится. Опять же, сейчас Юниверс. И должна, должна уж совсем скоро отжиматься пауза. Хорошо. Готовы. У меня есть мнение, что вообще это невозможно в Доте сделать. То есть забиндить вот кабана, которого ты вызываешь, и он тебя сразу забинджен там на клавишу 1, например. По-моему, каждый раз, когда ты суммунишь, надо его перебиндживать. По-моему, это невозможно сделать. Да, это для нас все невозможно, действительно. И тоже постоянно, когда ты в паблике там бегаешь, и тем более с нашим-то, с тобой рейтингом. Не, ну... А вряд ли ты что-то нормально будешь вообще с хаткейми там биндить и так далее. Ну, то есть... Не, ну я имею в виду, что, да, видишь, он не хочет каждый раз как бы, да, я как привык. Там, да, ты играешь, например, бестмастером, да, у меня там бестмастером довольно много играл. То есть вызываешь кабана, вызываешь птичку, сразу же биндишь на что-то. А он хочет как сделать? Он хочет так, что каждый раз, когда он вызывает нового кабана, чтобы он у него по автомату был забинджен на единицу. По-моему, так сделать точно в доте нельзя. То есть, чтобы она автомат бинджала. Юниверс, наверное, знает слегка получше. Ну, это очень странно, кстати, да, если он действительно может так делать, потому что, ну, это, кстати, это очень бы помогло. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты юзаешь ультимейт бремастером, да, у тебя же не сразу там забинджены под 1, 2, 3 эти пацаны. Ну, так, в принципе, так. Тебе надо их через таб прокликивать или там как-то так. А они сразу автоматом не биндятся. Ну, отпишите нам в твиттере, если кто разбирается в этом. Мне вот просто действительно интересно, возможно ли это вообще физически так сделать. Ну, хрен не знает. А у ТК по тавр тем временем зашел. Юниверс. Реведжа нет у АУТК. Ну, пока рановато, да. Нынем Юниверс он пугает. Юниверс 6 левел. Это рядом PPD. Но, понятное дело, что в 2 милишника убить Тайтхантера, это невероятно сложная задача. И я прям даже не знаю. Да, там даже, наверное, полстолба не получится снять Тайтхантеру всеми спеллами. Если вот Вышка, конечно, будет его бить, то, возможно, полтауру еще, пол, точнее, хп у него и упадет куда-то. Ну, Ротикея, 7 левел, фармит очень, причем неплохо, фармит 29 крипов. Четвертый крипстат на карте, четвертый серьезный крипстат на карте. Не, ну, все правильно. То есть, как бы, Бейсмастер отстает на 15 крипов. Это очень дофига, это нереально дофига. То есть, как бы... Трудновато. Ротикея чувствуется, да, трудновато. Ну, суть в том, что Бейсмастер свой экспо тоже получил. То есть, как бы, стояли трипла на триплу, и трипла команды Биггот не сделала ни черта, абсолютно. Дум 16.1. У Дума хуже, чем у Биста, и у Дума, ну, у него вообще все печально. У него 5-й левел на базу прибежал, да, он сделает мидас, ну, а что дальше? Ну, это... Это немного не самый лучший старт, скажем так, для команды Биггот. В принципе, можно лучше, естественно. Можно лучше, можно было бы фармить, но, походу, понимали большие боги, что они вообще там сейчас будут делать. И, якобы, возможно, была идея захейтить Люкана, у которого не получилось это абсолютно. Ну, блин, я вообще не понимаю, как можно идти тремя героями, имея один стан в триплу, в сложную, и пытаясь, не знаю, Кэрри Думом кого-то убить. Это как? Против Шейкеровская Расмага, это вообще невозможно. Ну, и в итоге Биггот сейчас огромная проблема, потому что Ликантроп даже не чувствовал то, что он стоял против триплы, складывается впечатление, что он стоял там соло. Вообще, никто ему не мешал, потому что у него 55 на 1 скрипстат. Ну, и Сумаил в миде уже обошел Бернинга, и Сумаил имеет 44 на 17. Бернинг 40 на 8, то есть, ну, действительно, в сумме больше, чем на 10 скрипов Сумаил впереди, но Сумаил начал уже тут двигаться по линиям, искать флаги. Да, и вот как раз-таки этот Шторм Спирит, сейчас есть еще вдобавок руна ДД. Я говорил то, что буквально там он получится на 7-8 уровень свой, и, в принципе, начнет уже куда-либо выдвигаться. Это наилучшая вообще идея сейчас от ЕГЭ, которая только может быть Люка, но по-прежнему нужно создавать какой-то спейс, а Шторм должен веселить больших богов. Да, ну вот, кстати, я обращу также внимание зрителей наших на Медузу от Бернинга и на разницу в Биллдорде. То есть, если у нас в прошлой игре был Блэк, у которого, ой-ой, и Сумаил в лесах, и украл у него большого Бернинга. Так вот, если Блэк играл в 0 сплитшот, 4 мистик стейк, 4 моношилд в единичку ультимейт, и только тогда качал сплитшот. То есть здесь мы видим у Бернинга сплитшот на 8-ом левле уже в 3, без моношилда играет, потому что, видимо, не описывается как Хилиба Гангар. Снизу, Форсблат минус Винга, Сумаил. Они же знали, что он в лесу, они же знали, что он в лесу. Ну, возможно, он как раз-таки был без маны в лесу, и... У него реген был, у него было ДД, они думали, о, он бегает с ДД, всё отлично, у него закручил с ДД, он хлоп, реген юзнул из банки, и такой, опа, фуловенький, братан. На Бернинг, Бернинг, кстати, действительно, Макси сейчас сплитшот, я так понимаю, это для Эншентов. Ну, это, не знаю, для чего это, просто... Да, это только для Эншентов, больше, я не понимаю, зачем, то есть фармить можно и так, фармить сплитшотом не столь удобно на таком уровне, это только для Эншентов, вот сейчас будут здесь ещё делать стаки, уже есть 3, и Бернинг как раз-таки отправляется на стаки, вот именно поэтому сплитшот в троечку и вкачан. Ну, неплохо, в принципе, довольно интересно, но опять-таки, насколько, что, ещё один будет делать, да, будет ещё один делать стак, чтобы 4 рипл зафармить, и будет стоять там фармить 4 рипл стак, в то же время Сумаил в миде. Пока фрифармит, точно так же, как продолжает у нас фрифармит Ликантроп, он там или... Кстати, Ликантроп тут что-то задумал. Или могут пытаться в спину зайти Ланему, у Ланема есть левел 4, побежали волки, Сайленс, Ланему очень больно, и вот он Фир, и это второй фраг для ЕГЭ. Только вот добивать надо. Ну, а зачем он его оставил? Что? Ауи, ну просто решил голуби сейчас дать, чтобы уже как-то его волосы... Сумаил, Сумаил на Родикея, Родикея, ой, Сумаил тут погиб. Ну вот это вот, ну это такой провал, тут настолько Фир затупил. Тут просто настолько грубая ошибка Фира, что ой-ой-ой. Ну, на самом деле, нет, не было ошибки Фира. Ну как не было? Ему надо было додавить, и все, туда бы Сумаил просто не влетал. Он бы остался за крипом, и прилетели бы, начинали бы его бить, очень было бы трудно выбраться, так как там были крипы, крипы бы пошли за ним. Это, в принципе, очевидно. И дело в том, что сыграли слишком сейчас ЕГЭ с его, убили в любом случае, то есть Скаймак имеет голубя. Тогда получается, что Сумаил ошибся. Да, Сумаил, думаю, такой, нет, его не добили, что вы делаете, я полетел. И, в принципе, вот как раз-таки в этом и была проблема, потому что умирал он в любом случае. Умирал он от Скаймага, то есть был голубь, и если бы Волк его не догрызал, как раз-таки убил бы его Ау, и как, в принципе, и произошло. А Люкан побежал дальше фармить леса, а Люкан понял то, что если там застрянет в крипах или что-либо, если будет ТП, будет реведж, то он просто уже оттуда не уйдет. А вот Сумаил зря, конечно, прилетел. Ну да, погибать, понятное дело, не хотелось Фиру. Ну, в итоге вот он не погиб, но зато погиб у нас Сумаил. Ладно, ладно, ладно. Извините. 2-1, 2-1 на 12-й минуте счет в пользу команды ЕГЭ, но ведут уже 2500 голды, а не 2000 экспы. Ну, потому что, опять-таки, потому что Сумаил неплохо фармит, потому что Бисмастер лучше Дума имеет крипстат. И потому что у Ликантропа 83 на 12 все очень хорошо. В то же время, как у парней из Биггут, по сути дела хорошо идут у Дузы, ну и у Тайтхантера неплохо. У остальных печально. Ну, правда, вот Дум с Мидасом, с четвертым Дуваром сейчас начнет быстро-быстро всех догонять. Да, естественно, он начнет вывозить уже много золота. Как бы, да, он может и драться, бегать где-то, и сеточки раскидывать, и Думы раздавать. Но, в любом случае, он свое золото будет получать постоянно. Да, да, и золото Экспу он будет получать Бисмастер с Блинком. Вот это уже очень важный момент, потому что сейчас вместе с Сумаилом Юниверс это просто-напросто комбо-умбо, который убивает любого. То есть, ну, возможно, кроме Тайда. Даже Медузу, по-моему, они вдвоем спокойно распетляют. Читаю, что рядом всегда еще ходит ППД. А Блинк, Ульт избили, ушли быстренько. Так что, вот у ЕГС сейчас должна начаться веселуха. Просто обязаны не начинать. Пока без Ликантропа. Дать возможность Ликантропу еще нафармить Некрочи. У Некантропа мы видим 1200. Тут Некра нужны просто кровью из носу. Против Медузы без Некрономикона играть это вообще забей. Так что Некрономиконы мы ожидаем увидеть в этой игре. Причем довольно быстрые Некрономиконы. Такие там, минутик 18, чтобы это было Некра 3. Ну, пока что Фира никто действительно не трогает. И ничем больше он не занимается. Да, появится Некра. Начнем как раз таки уже подпушивать. Но еще опять же все зависит по-прежнему от Сумаила. Как он будет двигаться сейчас по карте. Это очень важно. Если он тоже подзабьет. А вот, ну, нет, я знаю, что он не подзабьет. Потому что он слишком агрессивен в лейне. То есть, вот прям роль такого боевого мидера. Как раз сейчас... Не, не, не. Сумаил все свое сделал. Кстати, я вот еще обращаю внимание. То, на что еще не замечал. Фир убежал в леса давным-давно. И Ауи получил возможность постоять на линии. У него 8-й левел. У него Аркантапки, у него 2-100. У него 4 тысячи нетворса. Ну, даггер. Сейчас тоже поется даггер. Да, у Скаймага все очень здорово. Ну, он сейчас убьют, скорее всего. Хотя... Хотя... Да ладно, в крипах застрял! Лууу! Ой, 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 ой. Это фейл. Это фейл от Ауи, конечно. Айс и сайс. Постоял немножечко под... Мистик Флэром. Что вы... Ну, блин, нельзя так фейлить. В принципе, Ауи заметил. Ауи решил убегать. Да, да, да. Не, ну он правильно убегал. Но от крипы. И он просто замыкается в крипах своих, которые не дают ему спокойно пройти. И в итоге Ауи погибает. 8-го левела. Покупает он все-таки ставку из Адра. Это будет Форстаф. Или же... Или же намного круче будет, если это будет Родофатос. И я думаю, что это будет правильно, если это будет Родофатос. Ну что, ну, Форстаф это штука такая, а вот Родофатос это прям... Прямо мастхэв для этого героя. Да, замедло слишком будет уж сильно. И, опять же, можно будет спрятать любого героя постоянно. Можно будет убегать из-за этого. Можно будет догонять из-за этого. Можно будет вообще просто соло убивать всех. Ну, из Мистик Флэра выбежать, если на тебе висит Конкасс и Вердофатос, просто невозможно. Да, ты, в принципе, стоишь, просто кручишься на ровном месте. И вот ты каждый, просто... Каждый пиксель считаешь, в какую сторону тебе быстрее будет выбежать. С муспидом в 40. Да, ну что. Тем временем на топик Сяуэйтер, Ротикейл, Анемия и Сайз подпушили линию. Будут забирать Т1. А снизу Фир уже Т2 с Юниверсом забирает. Два Кабана, два Волка, Фир. Хауль в кулдауне, но мы понимаем, что вот эти вот Волки, Кабаны и так далее, это то, что надо. Вот Ротикей тоже настреливают они. Вроде Ротикей не дамажит. Естественно, не дамажит, но все равно это вот замедло, это противно очень все. Неприятненько, скажем так. Неприятненько. Да, Смейл по-прежнему имеет Аэгис. Напомним, 2500 голды у него в кармане. Что у Бернинга? У Бернинга есть Яша, и Бернинг по-прежнему тусуется у нас на Эншентах. Где, собственно, и откуда и вывозит основные свои деньги. Есть Некра. Пошли Некра, ждем вторых-третьих от Ликантропа, и вот тогда уже можно будет навязывать довольно серьезные драки. Метауи таки Форстаф решил купить. Ну, окей. Пусть будет Форстаф. И шестой левел появился у Ланема, есть у него уже два фамилиара. Наверное, все-таки Даггер хотел Скаймаг, но после того, как его убили, понял, что особо-то уж он не пофармит. Вышку там сломали. Там можно будет выходить и убивать его теперь постоянно. И решил сразу же делать Форстаф и пойти драться. В принципе, вариант довольно неплохой. Ротикей, а стоит ли? Юниверс. Ушел обратно здесь, ворвался Сумаил. Хорошо. Ротикея. Нужно убивать Саленс. Где Саленс? Сумаил просто потерял Эггис на ровном месте, и сейчас он умрет. Его не успели задумить. Ну, тут Мека. Но как-то странно Сумаил свой Эггис разменял ни на что. Но опять-таки стянули двоих сюда, так что, наверное, время выиграли на топе для Фира. Space Created. Была вот эта вот идея сейчас убивать быстренько Ротикея, потому что наглел. Ну, Асяй с Ланемом стояли рядом, и вдобавок Сяой там тоже быстро очень появился. Слушай, Афир сейчас Т2 заберет. Нет, он убежал, он побоялся, он не знает, где сейчас биггоды, они сюда идут, но тут пол Т2 упадет все равно. Волки и Некра, даже первого левела, они довольно неприятно избивают вышку, так что вот треть Таура смог убить. Да и в принципе, как раз-таки Фир и будет всю игру этим делом заниматься. Вот появились вторые Некра, совсем чуть осталось, а третьи. Ну, все верно, все верно. У ЕГЭ сейчас идет все по плану. Несмотря на то, что у нас на 18-й минуте счет 2-2, то есть команды в принципе не хотят друг друга убивать, или не могут, или просто действительно боятся друг друга, у ЕГЭ, по-моему, дела идут лучше. Ну, по деньгам они ведут уже 4,5 тысячи, по ИКСПе 3-800, и вот забрали они снизу вышку, в миде еще не забрали, на топе забрали, потеряли тоже одну, то есть разница в товарах небольшая, 2-1, но у ЕГЭ преимущество большое. Ну, то, что вообще счет 2-2, игра все равно интересная, мобильная, все очень быстро перемещаются постоянно. Да, никто не хочет умирать, но игра, игра интересная, игра по-настоящему интересная. Да, не скучно, это факт. Сумаил у нас имеет 8 зарядов уже на Бладстоуне, собрал он себе Бладстоун. Там Тайтхантер тем временем с блинком у нас АОТК. Ну что, Ротикей, будешь повторять вчерашние веселые моменты или нет? Не знаю, не знаю. Может будет, может нет. Это же Ротикей, он как Сяой, только Ротикей. Это да. Пожалуй, я снова реконект, у меня опять начинаются фризы вот эти вот очень жесткие. Да, бывает. У меня, да, реконект обычно помогает, но то, что оно иногда по несколько раз подряд, это, конечно, плохо. А у Дума тем временем ма врыв на Дума, у Дума не хватает совсем чуть-чуть до покупки ему Аганима и Дума все-таки сейвит и ты смотри, Тавр упал. Дума со сейвили в последнюю секунду, у Дума действительно не хватало 11 копеек до Аганима и вот у нее появляются деньги на Аганим, но он сразу же купит. Чуть-чуть не хватило дэмэджа, одной тычицей просто-напросто по Думу. Ну, а Фир, тем не менее, будет пытаться забрать Т2. Шейпшифт потратил, нет, убегает. Отсюда Фир. Фир есть Некро-3. Ну, тут пришел Бюрнинг, который быстренько линию, конечно, отпушивает. 2-2 по-прежнему. Да, 20 минут 2-2. Все так спокойно на карте. Ну, как спокойно? Все падает, все дерутся, но спокойно в плане смертей. Мант оставил Медуза, полторы тысячи сверху. Медуза довольно боевая сейчас. Да, Медуза уже неплоха, но, кстати, чтобы сейчас ЕГ действительно надо сделать, так это, наверное, надо помочь как-то ППД выформить Блинк. Потому что как только у Шейкера появится Блинк, намного-намного мощнее станут Смоук, Ротикей, Айс Айс и Лан Эм увидят сейчас ППД, Реведж, неплохой, по-двоим, ну, ППД, форстафайт его, ППД стан, ну, и что, плевочек, ППД. Да, умирает здесь ППД, но... Ну, не знаю, не знаю, я думаю, нет, ППД, it's out, просто брависсимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой же жёсткий сейчас здесь ППД, Смайл в любом случае улетит, понятное дело, да, спокойненько просто уходит. Вот он и ППД, очень хороший форстаф был там от АУ, и ППД отстанился, и спокойненько в леса убежал. Вот так вот первый Реведж мы в игре увидели, Реведж был хороший, Реведж был по-двоим. И опять же нету фрага. Но фрага нет там. И всё дальше у нас 2-2, у нас один фраг в 5 минут происходит. Жуть просто. 5 тысяч золота, 5 тысяч экспириенсов у ЕГЭ, но это из-за словных вышек, естественно, из-за того, что герой фармит в лесу. Ну, в любом случае это 5 тысяч, неважно, вышки, не вышки, что бы там ни было. А Шторм Спирит решает собрать себе Архит после уже Бладстоуна. Ну, вот, чёрт его знает. Ну, был бы Архит, да, тут был бы поактивнее Сумаил, но решил он, что команда там будет ходить по пятером, и, наверное, Архит не надо, но тут понимает, что без Архита никуда. Надо врываться, быстренько кого-то сайленсить, и... Ну, Тайтхантер, наверное, лучший вариант. Да, ну, тоже Вингу, если ты засайленсил, где-то поймал, она умирает просто. Ты полетал, полетал, и всё, до свидания. То есть, вот такой конкретный план у Сумаила, конечно, имеется на игру. Через 10 секунд появляется Раша. Архит. 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 Тапки седьмой левел, 700 голды, айс, айс, тапок, урна. Урна, понятное дело, не заряжена, потому что, ну, 2-2 счёт. Это да. Где её заряжать? Об крипов, что ли? Об иншентов? Надо, чтобы за 100 крипов давали один заряд урны. Прямо было бы очень весело наблюдать, как тех, кто хочет заряд урны, 100 крипов убивает. Так, ладно, PPD, 577 голды, Юниверс, тоже есть некра первого левела. То есть, в итоге у нас уже вторая пачка некрономиконов готовится, ну, и Медузе против двух пачек некров будет неприятно. Фисурка, опять же, большие боги. Начинают заходить уже в Тауэр, добивать, точнее, на Тауэр в Медлене. Вышка должна быть падать, 37 хп осталось. Юниверс готов крикнуть здесь. Сумаил немножко вылетает, балуется. Ну, Тауэр упал, естественно, и все просто отсюда уходят. С лагера также Юниверс выпрыгивает. Тут Тайтхантер в Инвизиент. Настолько важный момент. Стрей Юниверс стоит вместе с Шекером. На нижней линии, довольно далековато от этого всего движения, представляет он идею Рудофатуса, Ауэр скорее всего погибнет. Тротикей, Гаш, Ауэр, ну надо тратить Рэвидж. Да, вот он Рэвидж. Тротикей, ну и наконец-то! Третий фраг в игре. Три-два. Нужно прям аплодировать, уже стоит, мне кажется, всему стадиону. Да, но прошлый фраг должен был быть, типа, тоже после Рэвиджа, но не получилось. Там, слушай, там Юниверс сразу Некро 2. ЕГЭ, когда соберутся идти толкать линии, я не знаю, как отбиваться Биг Годом, потому что если там будет бежать 6 Некро на Микконом. Ну, в принципе, нет варианта отбиваться, как бы, да, это все будет просто с умонами делаться, Фир сам будет находиться в стороне, Юниверс, естественно, тоже, и просто будут с умонами стоять и долбить вышки. Хауль, 4 Некра, 2 Волка, Кабаны. Не весело. Под пассивочкой Бестмастера. Да, будет неприятно. Второй обливиент в тем временем у Мусамаила появляется в стэше. Так, ну, посмотри, затар скаймага, очень серьезный такой. Ну, скаймаг красавчик, как бы, да, ну, вот, да, собирается все-таки родов Атос, он идет по Нейтфорсу, видим, недалеко от Тайда, отстает, ну, и вот саппорты команды ЕГЭ, конечно, настолько впереди, если сравнивать с саппортами команды Big Good, Big God. Ну, один скаймаг, как два саппорта, в принципе, как раз таки вот на 3 800 и выигрывает, даже больше. Обычно у нас скаймаги такие, да, бегают 2 400 там. Ну, нулик, веточка, и кларити на 30 минуте. А тут, тут, как мы видим, скаймаг серьезный, 11 левел Лауи, есть второй мистик Флэр. Ну, и вот вместе с Фиром они пока по линии передвигаются, снизу у нас ППД и Сумаил, 25 минута, 3-2, по-прежнему вот этот вот один фраг в 5 минут, этот темп сохраняется. Ну, игра, конечно, очень упорная. Так, ну, должны, должны ЕГЭ уже начинать сейчас ломать все, что видят. Кираска, тропа на подходе. Охренеть. Да, и будут сейчас здесь наламывать, наламывать Лжиниусес. Ну, ты знаешь, вот сейчас все очень хорошо. Есть Некрана, Бёрлингас, три Некрономиконы. Бум-бум-бум-бум-бум, и маны нету. Все. Ну, правда, Некрономиконы тоже убежали. Один точнее убежал, но маны у Бёрлинга нету, а дальше в нее просто ультующий убиваешь. Здесь с тем временем поймали ксяу Уэйта, и это минус Дум. Вот так вот Юниверс за Ланэмом. Будет ли с блинка пытаться его застопить? Надо пытаться блинковаться и стопить, но тут два Фамильяра, и в итоге забивают. Они с Фамильярами драться не хотят. Ну, Смайл говорит, иди сюда, Ворона. Начинает харасить. Фамильяр сразу же улетает в сторону. В любом случае, выживает сейчас визаж. Ну, фраг на Думе 3-3 неплохо, и главное, что ломает вышку. Ломает вышку в это все время. Минус Тауэр. Минус Тауэр, Люкан добивает, Ротике не успел. Вы знаете? Ну, Ротике идет таким на алым образом, типа у меня есть реведж, у меня действительно есть реведж. Шекер с Даггером. Сейчас должно быть более интересно уже на самом деле в исполнении саппортов ЕГЭ, то есть и Даггер, Фиссурка, ХСЛМ там или что-то там вроде. Понятное дело, Мистик Флэр тоже там будет влетать от Ауи. Ауи осталось совсем немного. Ну, как совсем немножко? А, есть, есть уже у Ауи, у Визарди, и это Ротов Атос. 26-ая минута, Скаймак в саппорт после Форстафа и Аркан. Да. Ну, это очень неплохо. И Кираса появляется у Фира, и Ротов Атос появляется у Ауи. Ну, и что дальше? Ну, уже в районе 9 тысяч золота, сейчас будет десяточка, я так понимаю, совсем уж скоро. Пока что большие боги надеются на Медузу и Тайтхантера. Да, есть герой, есть очень сильный герой, как вот Медуза, как Тайтхантер, то есть Даггер, два ревейджа, ревейджа, не контрит, если ты не успел прошить БКБ, то есть ты стоишь 5 секунд, просто смотришь. Ну, и естественно, Стангейс тоже дает о себе знать, и Медуза вообще, в принципе, это себе знать на 55 плюс. Ну да, но ты смотри, что происходит, здесь Сумаил забегает с волками на Т3, и очень так плотно его царапает, сам отсюда, конечно, улетает, а снизу там Тереним сбили ТП Бернингу, Бернинг без маны, абсолютом в Сайленсе, ревейдж очень хороший, Сумаил, Сумаил погибает, но это Аегис, побежали Некраты, посмотри на этих Некрономиконов, Фир за ним, Станат, Биг Гот, все, уэйта хороший, и Сумаил, Сумаил, одного кляснул, второго кляснул, Шекер с Сумаилом, третьего, Ротикея тоже разбирает, это минус 4, ну это просто жесть, это просто разрыв, Сумаил просто царь, бог, я не знаю, кто еще, просто прейдж, я пошел, закроюсь кое-где, и что-то сделаю, просто блеск. Великолепно, великолепно сейчас, в принципе, вообще все отыграли из ЕГЭ, и не пожалел себя Штрон Спирит изначально, сразу же, потом пошел драться снова, ну вот, как раз таки, вот эти вот амбиции, Сумаила, вот этот вот стиль игры, он дает о себе знать, очень хорошо сыграл сейчас Сумаил, и Некра, 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 две пачки Некров, под Аурой Биста, это что-то, конечно, все бьют, все жгут, все кабаны настреливают, за медло, очень больно, очень больно, ну и параллельно, не забываем, что здесь 60%-то три Таура снесли, даже больше, ну это просто, вау, да, ЕГЭ, конечно, вот, минус 4, это очень неплохо, очень, очень неплохо, ну и графики, самое главное, графики сейчас, бубух, просто, шлебах, 7-3, на 29-й минуте, одна драка, как же, расконтролил все Сумаил, ну, ну, на что вы хотите, а кто говорил, что будет легко, Сумаилу надо собрать, еще пачку не кроу, опять, минус дом, а, ты думаешь, минус дом, ты посмотри, молодой-то, а, что творит молодой, давай, 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 еще этого, Станчик, Сумаил, Сумаил, может и умереть, ой, не долетел, Стангейс и Сумаил, динается, он, стаун, динается, все спокойненько, через 20 секунд появится, и такое тоже, в принципе, бывает, бывает, в виде, т2 упала, снизу, т3, пушит, фир, егэ, это просто, ну, вот, как они вчера играли против, нави, это команда, машина, колесо, команда, и побежали эти некром, да, веберник, убивай, хорошо, ну, вот, говорят, против медузы, никс, антимаг, зачем, вот, отличный герой, две пачки некромы, привет, братан, давай, удачи, как там у тебя там с некромами дела, как же егэ мне нравится, что вчера, я просто, когда они у нави выигрывали, конечно, болел за нави, но это настолько мне нравилось, как отыгрывает Сумаил на шторме, да вообще, такая выверенная, четкая, размеренная игра, никаких, они не ввязываются нигде в какие-то драки, не ввязываются в какой-то там, какой-то движ левый, они просто спокойно, планомерно, да, набирают артефакты, идут играть, нету лишних телодвижений, ненужных, вот, что самое главное здесь, они делают все именно по существу, все то, что нужно, то есть, нету вот этих вот врывов, как мы сегодня видели, от Сикрита, на трон, или что-то подобное, нету этих вот задумок, которые слишком трудно исполнить, ИГ играют, как-то сейвован, и в принципе не получается, то есть, они в данной карте, сами начинают мало что, то есть, вот мы видели, вот здесь драка, да, хорошо, это было здорово, но все остальное, это опять же, слишком тончайшая игра в их восполнении, это где-то пацаполитить, где-то пойти чуть подраться, где-то кого-то подержать, и отдавал там, смоил сейчас свою жизнь, зато, упал опять полтаура. Да, да, били, и к тому же еще двоих убили, действительно, снизу полтаура упала, на топе полтаура упала, бейгут закрытый уже на своей половине, далеко они выходить не будут, а ситуация такова, что появится Рошанчик, вот, ну, скоро мы узнаем, когда, да, и с Аэгисом на Сумаиле, можно идти и заканчивать игру, у него линка, у него теперь линка, ему теперь, его не задумишь. Да у него 20 тысяч, в принципе, у ЕГЭ, в золоте, и 20 с копейками в экспе, 4.9, 30-ая минута. Да, Evil Geniuses, конечно, очень-очень впечатляют, ну, в принципе, все равно, это Best of 3, это Best of 3. Да, только первая карта, не будем мы об этом все-таки забывать, и еще пока что больших богов никто здесь не хранил. Да, тут еще играть и играть, понятное дело, там есть Медуза, в конце концов, они вчера проигрывали 27 тысяч, по голде выиграли игру, при том, вот, когда трон падал, 27 тысяч преимущества было в Cloud9, ну, Big God и сказали, ну, окей, ну, 27 тысяч, а что такое 27 тысяч, ну, вот что такое 27 тысяч, ну, например, это, двое Некрономиконов, Скади, Кираса и Тараска, ну, и еще что-то, еще догончики, еще пара тапков, ну, а что такое 27 тысяч, ну, ничего, у нас Медуза пойдет, через атаку убьет ваш трон, и все, так что тут, ни в коем случае нельзя расслабляться, EG, они прекрасно знают, что вчера сделали Big Good, они прекрасно все смотрели этот матч, против Cloud9, ну, что он был прямо перед матчем на Ави, EG, и, все им хорошо известно, так, PPD, кстати, тут бы под спрятаться, НТП Аудио, PPD, и улетает все, да, спокойно улетает, знал, где он находится, в принципе, можно было, да, с томпью зануться, но он прямо в упор, туда, к нему забежал, и что-то порождал, порождал, а в принципе, знал местоположение его, ну, все равно, до PPD стянул трех человек, заставил их тпшиться на базу, тут еще есть, у нас Ави сплитпушит просто, сплитпушит еще и Скайросмак, у нас 2-2-3, Сумаил продолжает, опять же, где-то кого-то там нас нарезал, 7-2-1, это 7 из 10 фрагов, принадлежит Сумаилу, и один ассист, Сумаил сделал 7 фрагов, бегут 4 пока, и Рошанчик, третий Рошанчик, как раз-таки сейчас Аегис, для Штром Спирита, для Тира, скорее всего, и просто идти, и заканчивай, сыр, но не то, что затанчивает, скорее всего, все-таки там Медуза и Реведж, и Дум и так далее, заходить все равно будет довольно трудно, сплитить. Причем желательно по двум сторонам, да, по двум сторонам заходите, все, Ликантроп с одной, четверо с другой, все, зашли на топе, Сумаил убивает двоих-троих, там, не знаю, сколько там у него, сколько он успеет, за две жизни убить, ну, просто ЕГЭ ни в коем случае нельзя, давайте, эту игру затянуть, потому что, вот, вот, БКБ появляется у Ксяо, Шао Эйд, как он сам все называет, ну, мы его называем, не надо давать возможности вылезти, скажем так, из вот этих проблем китайцам, надо продолжать давить, надо продолжать напрягать их, забирать товара, вот этими корномиконами, вот это вот, шастать. Ну, сейчас, ну, конечно, рассосредоточатся ребята из ЕГЭ, то есть, разберут себе линии, кто что там у нас будет пушить, Фир, Сумаил, он сейчас справляется пока что на нижнюю линию, будут как-то и здесь подпушивать, в Мидлейне также, ну, хорошо, Мидлейне там уже до центра прям линия от пуши, ну уж, Слушай, Бестмастер собирает себе рефрешер. Это стандартные артефакты, на самом деле, вот эти вот аганимы уже не решают, рефрешер даггер, ты убиваешь всех, ты убиваешь Медузу, в принципе, за рефрешер даггер, и когда у тебя появляется рефрешер на Беста, то есть, ты орешь ооо, очень долго. Да, ты действительно можешь держать, так, подожгли у нас Ауи, и Ауи здесь потеряют, хотя, может быть, нет, ну, нет-нет-нет, там все-таки Дум, так что, Дум с аганим, так что Ауи здесь горит. Тем временем, ворвался Юниверс, Оль тонул в Бернинга, Юниверс здесь один против всех, пошли Некра, Юниверс, Бернинг включает Стонгейс, Некра за Айс Айсом, ну и Некра тут, ничего не делает, а снизу бараки. Валя Дума просто, да, и начинает Сумаил вместе с Фиром, навалить в роте кей. Тайт, Тайт без маны уже сейчас будет, пока еще с маной, но без жизни зато. без жизни Бернинг. На Бернинга, Бернинг тоже без маны, Бернинг, закончился у него Манашил, Некрачи его продолжает избивать, просто бараки, Сумаил развлекает людей, а Фир забирает бараки. И на топе падают бараки, блин, ЕГЭ, я просто хочу стоя хлопать и за игру этой команды, это настолько круто. Вот Тайт прыгнул, ну давай, рвы джируй что ли. Фисурка спокойненько, Юниверс просто уходит отсюда, а там Сумаил дальше напрягается, да, превосходим. Сумаил тут, ты знаешь, что творит вообще? И падает третья сторона, падает третья сторона, Фир съедает сыр, Сумаил дальше пытается разобрать Бернинга. Ну это Аэгис, ему надо отрегениться по фасту, поэтому, смотри, на всю ману по Ротикею, на всю Ротикею, и он не погибает до сих пор, это Сумаил, вот он реведж, и что? Это последний барак, это последний барак, прошло 2 минуты игры, 2 минуты игры, после того, как они начали вообще хоть что-то делать. Все, и ушли, все живые абсолютно, и ГГ пишет сейчас Ротикею. Это просто фантастика, это 11-2-1 Сумаил, 14 зарядов, как сейчас просто шикарно отыграли ЕГЭ. Вау! Я в восторге от игры ЕГЭ. Просто в восторге. Тимплей на высшем, на высочайшем просто уровне, понимание друг друга слишком хорошее, по-моему, вообще для игры в доту. Команда, которая собралась совсем недавно, напомним, опять-таки. Нам, 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 нам. Ну, вот такая, вот такая у нас первая карта получилась. До какого-то момента определенного было абсолютно неясно, кто будет сильнее, потому что у команд не было драк, там долго счет 2-2 у нас держался, какой-то, что-то типа того у нас было, да. Ну, а потом, а потом привет. А потом ЕГЭ просто пошли и закончили игру, причем, в крутейшем стиле. 11 фрагов Сумаил, 2 уауи, 1 уритки, 1 уланема, 1 уайсайса. По ластхитам, ну, понятное дело, там нету равных, наверное, фиру и бёрнингу. Фир 307, бёрнинг 304. Ну, и дэмэдж. Мне просто интересно. Дэмэдж 14,5 тысяч нанес Сумаил. Какой же он жесткий! Как же он валит! Да, замена разнизи на самом деле в EGM. То есть, вот, если даже говорить об этих двух людях, ну, я бы не сказал, кто из них там лучше, хуже и так далее. Это слишком уж сложно посудить, потому что два мидера на уровне, но именно по стилю игры в команду Evil Geniuses подходит идеально. Ох, да, ну что, мы сейчас с вами уходим на паузу и буквально через...